В Атаравской области в прошлом году снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инфаркта миокарда на 25%. В то же время увеличилось число обращений пациентов в медицинский центр. Об этом сообщают врачи Атаравского областного кардиологического центра. Казахстанские врачи успешно устраняют различные патологии сердца, среди которых одна из наиболее распространенных и опасных является ишемическая болезнь сердца. ИБС, ведущие причины смертности людей после 40 лет во всем мире. За 2023 год в Атаравском областном кардиологическом центре прошли лечение более 4900 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, аритмия, патологии сосудов, аневризмы. Николаю Бондаренко 56 лет. На днях ему была проведена операция на сердце. Сейчас он чувствует себя хорошо. Первый раз я попал месяц назад. Меня привезли на скорую помощь сюда с инфарктом. Я был здесь 10 дней. После этого меня отправили опять домой на месяц. Была подготовка. 8 января я поступил сюда, 9-го мне приоперировали. Сделали у меня операцию аорто-коронарное шунтирование. Трех сосудов. Ну, операция прошла успешно. На следующий день я уже почувствовал себя хорошо и мог ходить. Оперировал у меня Ирханат Алексеевич. Вот. В принципе, мне поступало предложение, что это самое, ехать куда-то в Астану или в другой город. Я даже не принимал его. Консервативное лечение нарушений функционирования сердечно-сосудистой системы в некоторых случаях малоэффективны. Поэтому врачи прибегают к хирургическому вмешательству. За 2023 год проведено более 4100 операций. 112 операций были открытые на сердце. Там уже ставшие рутинные операции шунтирования коронарных артерий. И новые направления — это протезирование клапанов и также артальная хирургия. Остальные операции проводились у нас малоинвазивным способом, то есть не через разрез, а через сосуды. Это коронарография, стентирование. Также проводились у нас электрофизиологические исследования сердца, радиочастотные аблации. Это по тяжелым аритмологическим пациентам. А пациентам с декомпенсацией сердечной недостаточности для профилактики внезапной сердечно-сосудистой смерти были имплантированы кардиоверторы, дефибрилляторы, синхронизирующие устройства CRTD. Кроме этого, за прошлый год мы провели имплантацию стендграфтов, операции при расслоении аорты. У нас есть успешный опыт проведения таких тяжелых операций. В 2023 году в кардиологическом центре была введена в эксплуатацию новая ангиографическая установка. Также начато проведение амбулаторной коронографии, что уменьшает время ожидания пациентами итогов обследования и как следствие выявления ранних стадий ишемической болезни сердца. Как показывают исследования последних лет, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца молодеют. Сейчас данные заболевания диагнозируются у людей моложе 40 лет. Врачи кардиологического центра отмечают, что обращаемость в медицинское учреждение значительно возросла. Это говорит о том, что у нас пациенты стали более насторожены к своему здоровью. И как следствие мы видим рост заболеваемости инфарктом на 15,9%. При этом пациенты обращаются своевременно, и мы, как результаты 2023 года, смертность от инфаркта снизилась на 25%. Хочется, говоря об инфаркте миокарда, хочу отметить, что есть красные флаги, которые каждый из людей должен знать, и мужчина, и женщина. Если у вас появились жгучие боли в области сердца, с радиацией руку в плечо, возможно, в ухо, и продолжительность этих болей больше, чем 20 минут, она усиливается при нагрузке и не проходит, если вы отдыхаете. Все это может сопровождаться страхом смерти, проливным потом. Вам необходимо обратиться за медицинской помощью. Самое важное – это своевременное оказание помощи. В Казахстане существенный прогресс в области кардиологии и кардиохирургии достигнут благодаря реализации целевых индикаторов, обозначенных в дорожной карте по совершенствованию оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме, хронической сердечной недостаточности от террасклерозе.